Среди гирлянд и игрушек на новогодней елке огромный выбор детских желаний, исполнить которые берутся депутаты Законодательного собрания региона. Михаил, 14 лет, умная колонка. В 14 лет мало верится в чудеса, но они все же случаются. Михаилу такую желанную умную колонку привез лично заместитель председателя Законодательного собрания области. Александр Куниловский. А зачем тебе колонка? Музыку надо слушать, танцую. Да ты что? Молодец. Держи подарок. Спасибо большое. Мечтать нужно. Не всегда, конечно, мечты исполняются, но когда очень хочешь, а не раз, нечаянно. Не ожидали? Не ждали, вообще не ждали. С наступающим вас Новым годом. Вас тоже. Здоровья, благополучия, чтобы все у вас было хорошо. Чтобы мечты сбывались. Мечтать обязательно надо. Федеральный проект «Елка желаний» существует уже более пяти лет. И в эти предновогодние дни сотни детей по всей области получают депутатские подарки. У нас по округу сегодня тоже проходит специальная работа по вручению детям подарков к новому году. Так, вчера мы вручили 250 подарков Центру социальной защиты Северного округа для вручения многодетным семьям, где воспитывается пять детей, и семьям, где ребятишки инвалиды имеются. Также у нас порядка 250 подарков вручаются целевым образом в промышленном районе. Новогодние подарки до конца декабря в промышленном районе Оренбурга получат также дети из 70 семей мобилизованных, а также бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Татьяна Штылер, Анатолий Филатов. Новости дня. Новости дня.